Огромный привет, мои дорогие! Я очень рада видеть вас на своем канале. Безумно счастлива снимать это видео, ведь это видео с моим возвращением спустя целый год. Я возвращаюсь к вам, и я безумно рада, что у меня есть маленькая армия, которая меня поддерживала все это время, писала мне, требовала меня вернуться. И мне это, правда, придало какого-то такого небольшого пинка, и, в общем-то, совесть меня замучила, и я вернулась. Прежде чем я буду вам рассказывать сегодня о себе, чем я занималась целый год, я, конечно же, хочу вас поздравить с наступившими новогодними праздниками и пожелать вам, чтобы в вашей жизни было очень много света, добра, тепла, любви, счастья. Я очень, правда, надеюсь на то, что ваша жизнь будет наполнена яркими красками и самыми незабываемыми моментами. И пускай все самые близкие и дорогие вам люди будут с вами рядом, и, конечно же, сбудутся все ваши заветные желания. Я надеюсь, что каждый из вас в новогоднюю ночь хотя бы одно желание дозагадал. Ну, а сейчас я отвечу на ваши вопросы, которые вы оставляли, и расскажу, что интересного произошло у меня за ушедший уже 2015 год. Я очень долго думала, стоит ли мне вообще что-то говорить на своем канале об этом, но так как было очень много вопросов, было очень много комментариев, и эти комментарии были даже тогда, когда вроде бы так стало все ясно, ну, в общем-то, я решила сказать сразу всем, прям как отрезать одним разом, потому что, если честно, мусолить как-то эту тему мне немножечко надоело. Ну, практически год как прекратились мои старые отношения, которые длились очень долго, прям очень долго. Я жила в гражданском браке, поэтому, да, для тех, кому было интересно, я приняла достаточно ответственное решение в своей жизни. Я рассталась со своим молодым человеком. Я знаю, что многие из вас к нему привыкли, потому что он периодически мелькал в моих видео, там где-то подрабатывал в качестве оператора, режиссера. Ну, в общем-то, ничего страшного, я вас познакомлю когда-нибудь со своим мужем, и это новая новость, новая новость, прям масло масляное. И так получилось, что я вышла замуж за человека, с которым я была знакома 8 лет, с которым мы периодически общались, созванивались, переписывались. Видео с мужем. Вот, если честно, мой муж очень прям поддерживает меня в плане моего видеоблога. Дело в том, что развод у всех проходит по-разному. У меня развод дошел до пиления чайников, то есть мы пилили чайники, телевизоры и все прочее. В итоге, после развода у меня много чего не было дома, и мой муж, будущий на тот момент, еще и даже, в принципе, никакого предложения не было, мы просто встречались. Мой муж делал мне какие-то такие подарки. И когда узнал о том, что вот я снимаю видео, и, в общем-то, причиной, почему я не могу с вами общаться, нет, ноутбука мне подарил ноутбук. И, если честно, у меня сейчас сломалась камера, я снимаю на телефон. Мне вот, я вот думаю, как бы мне еще, в общем-то, нажалось надавить и придумать, что есть теперь еще одна причина, почему мне достаточно проблематично общаться с вами. Потому что вот в телефоне у меня сейчас записан план, и я туда даже посмотреть не могу, мне приходится вытягивать все из головы. Конечно же, в связи с тем, что я вышла замуж, многие начали думать о том, что я беременна, и периодически, когда не так красиво ложилось платье, либо же ложилась кофта на мое тело, все сразу начинали искать мои округлости. Но я к этому, признаться, была готова, потому что, ну, скажем так, и до вас, и есть кому поговорить о том, как я вышла замуж, и для чего я вышла замуж, и так далее. Поэтому я хочу вам следующее ответить для тех, кого интересует, беременна ли я, планирую ли я беременность, и так далее. Беременность я, конечно же, свою планирую, как любая здравомыслящая девушка замужем. Я буду только рада той новости, если я узнаю, что я беременна. И, безусловно, я с огромным удовольствием буду ждать малыша, буду его вынашивать с трепетом, с большим и любовью. Но в данный момент я не беременна, поэтому никаких дневников о беременности не будет. Более того, я думаю, вы меня уже должны знать и понять, вообще, как я устроена, как устроен мой мозг. Когда я рассталась со своим бывшим, я вам не афишировала об этом. Когда я завязала новые отношения, я не афишировала вам об этом. Вы всё узнали значительно позже, чем всё это произошло, в принципе, в моей жизни. Соответственно, когда я забеременею, я никогда не буду афишировать это на ранних сроках. И узнайте вы об этом. Либо когда уже, знаете, как говорят, живот на лоб полезет, либо вообще после того, как я рожу ребёнка. Поэтому дневник беременности в любом случае, если я и буду вести, то вы его увидите позже, чем я всё это буду снимать. На самом деле, девчонки, у меня не появилось никаких новых увлечений. Всё осталось на том же уровне. Я по-прежнему люблю какие-то, знаете, вот эти вот подделочки, что-то там ручками-ручками красоту наводить. И поэтому в моменты, когда мне нужно было побыть самой с собой наедине, я очень сильно полюбила вот эти вот картины по номерам. И прям очень-очень их оценила в те самые моменты, когда нужно было погрузиться, убить время, там подумать, можно сказать, даже так слегка выплеснуть свою энергию на холст. Вот. Мне очень сильно понравилась вот эта задумка, потому что вы можете следовать точной инструкции. Вообще, в принципе, изначально, если вы не можете нарисовать картину сами, есть, во-первых, готовый шаблон. Вопрос раскрашивания. Вы можете раскрашивать по номерам, а можете делать, как я делала. То есть я где-то придерживалась цветовой гаммы, которая была изначально задана, а где-то я прям очень сильно нарушала правила и добавляла свои какие-то оттенки, мазки, меняла контуры и так далее. В общем, мне кажется, это очень интересно. С одной стороны, вроде бы всё так контролируемо, с другой стороны, можно немножечко проявить себя. В июне и в сентябре уезжала отдыхать. Была я на Кипре, была в Таиланде. И меня очень коротко попросили ответить, ну, где мне больше понравилось и вообще, там, какие-то пожелания, там, мои, да, рекомендации вам по поводу отдыха. Сразу хочу сказать, Кипр мне не понравился, нам он не понравился с первого же дня. Ну, в принципе, прикольно. Средиземное море, лето у нас не было совершенно, я приехала тут в жару, купалась в море. В принципе, классно. Но место такое достаточно своеобразное, то есть, если приезжать для тусовок, просто потусоваться, для тусовок есть места поинтереснее, покрасивее. Если приезжать для отдыха, то такого более-менее семейного, то, мне кажется... У нас, в принципе, отель был неплохой, но вот именно мы ездили в Айганапу, там вообще какой-то кошмар, мне кажется, там просто ехать, вот реально там какой-то тусовщик должен приехать, которому абсолютно все равно, где проживать, на какой территории и где спать. Не знаю, мне не особо понравилось и не особо меня впечатлил Кипр. В Таиланде мне понравилось прям очень. Меня муж летал, мы летали в сентябре, потом он у меня улетел туда в декабре, совсем недавно вернулся. Я прям думала, уривусь вся, безумно ему завидовала. Мы отдыхали на Пхукете, и там очень красиво. Я советую девочке острова. Мы ездили на острова Пхи-Пхи на двухдневную экскурсию и ездили на озеро Чао... Чао-Лан, что ли? Как-то так он называется. Я посмотрю, напишу в описании. Очень... Тоже двухдневная экскурсия, очень крутые острова, прям безумно кайфовая, очень классная. Атмосфера такая очень романтическая. Если вот вы хотите с семьёй, со своим любимым провести время, то я бы вам посоветовала обязательно посетить острова. Я не знаю, как с детьми, в зависимости от возраста, потому что детки тоже в дороге очень сильно устают. И, конечно же, например, озера вам, точно озера это не подойдёт. Но сама задумка жить в домике на воде, над дном там, получается, глубина озера 50 метров где-то примерно, да? То есть вы представляете, что 50 метров под вами, и домик у вас держится просто тупо на канатах. Можно кататься на каное, в общем, там очень красиво, там такие рыбки большие плавают, там рядом джунгли, то есть это прям в середине, в середине озера вы находитесь и живёте. Вы абсолютно оторваны от берега, оторваны от каких-либо островов и так далее. Интересная задумка, но, если честно, в связи с тем, что оторван от берега, оторван от цивилизации, там не берёт связь, там нет интернета, там есть электричество, но только вечером включают генератор, поэтому туда нужно ехать не одному, либо с большим-большим желанием остаться в глубоком одиночестве на пару дней. Дома у меня идёт ремонт, и этому несказанно рада, когда в моём доме появился муж, в общем-то снеслось тут полквартиры, у меня теперь ванная в два раза больше, мы достроили её, мы снесли стены между коридором и большой комнатой, и сейчас у нас большой-большой процесс ремонта, и скоро всё будет очень здорово и красиво. Что касается мебели, то у меня появился новый туалетный столик, который я очень сильно люблю. Кстати, что касается косметики, я, конечно же, планирую снимать видео в том же самом режиме, канал не будет посвящён чему-то другому, я буду вам всё так же рассказывать о том, что я люблю использовать, что мне нравится, что мне не нравится, но, но, мои косметические предпочтения очень-очень сильно изменились. Когда мне мой муж подарил туалетный столик, я выкинула, наверное, большую часть своей косметики, я помню, что два пакета точно косметики я отдала, и сейчас у меня косметика проходит очень жёсткий контроль, очень жёсткий тест, прежде чем попасть в мои любимчики. Это не значит, что я стала меньше тестировать, это не значит, что я стала меньше покупать, меньше заказывать, просто нравится, стало всё меньше и меньше продуктов. Я решила, что моя страница в инстаграм, она остаётся личной, вы можете на неё подписываться, можете на неё не подписываться, мне всё равно, там просто будут не бьюти-фотографии, как это есть сейчас, то есть какие-то фотографии просто из жизни. Вот вторая страница в инстаграм, это будет прям бьюти-страница, куда я буду вам скидывать фотографии, отзывы, такие небольшие постики, да, о том, что я сейчас тестирую, что мне нравится, что мне не нравится, в общем, вы всё поймёте, как только я всё это облюбую, облюбоваю, облюбую, вы сможете подписаться на эту страницу, я дам вам о её существовании знать. Ещё в моей голове есть один проект, который я хочу воплотить в жизнь, я очень надеюсь, что у меня получится, но о нём рассказывать я не буду. Сразу говорю, что прежде чем рассказывать, да, о чём-то, чтобы вы просто не обижались, дело не в том, что я там хочу вот что-то сделать, и мне жалко как-то с вами поделиться или что-то в этом роде, нет, абсолютно, просто для начала нужно всё, чтобы точно решилось. Вот когда всё точно решится, тогда я с вами обязательно поделюсь с огромным удовольствием, потому что изначально это всё делается для вас, в принципе. Я надеюсь, видео получилось, я снимаю его, кстати, четвёртый раз, но мне кажется, вот в этот раз я хотя бы живая. В прошлые разы я вообще вот так вот смотрела в камеру и думала, божечки, что мне нужно делать, разговаривать со мной с собой, алё-алё. Вот такая я сегодня веселушка, обычная, конечно, такая всё серьёзная, деловая, но сегодня я просто, правда, очень рада, что я к вам вернулась. Я прямо сейчас вас обрадую в Инстаграм, сделаю фотку и скажу, что наконец-то, наконец-то я к вам вернулась. До новых встреч, мои дорогие! Следующие видео будут более серьёзные, более глубокие, смысловые. Я буду вам рассказывать о косметике, которую я люблю. У меня, потому что сменилось абсолютно всё, стрижка новая, всё, весь уход мой за волосами поплыл и пришлось полностью всё менять, поэтому я прямо буду рассказывать вам обо всём и во всём, о всех своих любимчиках и декоративной косметикой, и уходовой, очень-очень много всего. До новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok